Здравствуйте, меня зовут Аня, я из города Саратова. Я хотела бы рассказать про участие во втором марафоне женственности, который проходил три месяца. Вообще с сайтом Ольги Валяевой я познакомилась где-то год назад, и с этих пор в моей жизни вообще очень многое изменилось. Я сначала начинала читать статьи. Моя жизнь сильно изменилась благодаря тому, что я наконец поняла, что женственность это моя природа, что я действительно вообще могу быть женщиной, могу быть женственной. И с тех пор прошло уже больше года, я могу сказать, что за это время я практически полностью перешла на платья, на юбки. Единственное время, когда я ношу брюки или спортивные штаны, это по моей специальности. То есть приходится, когда это невозможно сделать иначе. С тех пор, как я перешла на юбки, на платья, меня вообще больше не тянет на штаны, на брюки. Я вообще даже не представляю, как я раньше могла ходить в подобной одежде. С тех пор в моем гардеробе прибавилось платьев огромное количество, и каждый раз я очень радуюсь тому, что я совершила этот шаг, нисколько об этом не жалею. И когда надеваю брюки, мне сейчас в них ужасно некомфортно. На участие в марафоне я не решалась, я очень хотела участвовать, потому что летом я не смогла принять участие в первом марафоне. И когда я узнала, что совершается набор на осенний марафон, который начинался осенью, на второй марафон, я, недолго думая, сразу же приняла в нем участие, зарегистрировалась и очень ждала этих перемен. Мне нужен был толчок, нужен был стимул для того, чтобы меняться, и я в нем не разочаровалась. Эти три месяца были непростыми, особенно было, наверное, сложно приучить к себе дисциплине каждый раз, вот каждый день заполнять отчеты, укладываться до 12 ночи, совершать эти задания, выполнять их, потому что прекрасно понимаешь, что в первую очередь эти задания нужны именно тебе, не кому-нибудь. Вообще решилась я на этот марафон с удовольствием. Первое, чем учит марафон, это откровенности. Выкладываешь свои отчеты в социальную сеть. В первое время мне было очень страшно, я так и не рискнула выкладывать их в свою основную социальную сеть. Выкладываю их в другую, где тоже у меня было достаточно много друзей. Было страшновато, как вообще все это будет воспринято, поймут, не поймут, что будут говорить. Но на удивление приняли хорошо, спрашивали даже, что вы там делаете, что за марафон женственности. Но против никто не был, никто не ругал. И во время написания своих отчетов постоянно присутствовала мысль о том, что ведь люди это читают, и ты должна быть честна перед самой собой, потому что здесь единственная возможность раскрыться полностью, стать такой, какой ты есть. Поэтому марафон учил откровенности. Также очень важно для меня, по крайней мере, стал тот момент, что я научилась слушать себя, потому что в момент, когда возникают какие-то мысли, ты их пишешь, ты понимаешь, что оказывается все намного сложнее, все другое, и ты начинаешь наконец-то задавать себе те вопросы, на которые боялась ответить, особенно вопросы, касающиеся глубинных каких-то подсознательных элементов. Я научилась по-настоящему слушать себя, то есть прислушиваться вообще к тому, хочу я этого или не хочу я этого, могу я это сделать, не могу я это сделать, я не могу выполнить задание, я пишу, нет, я не могу выполнить задание, нет, я ничего не сделала по этому вопросу. Честно, откровенно говоришь себе, да, сегодня я не хочу этого делать, я сегодня этого не могу сделать, зато завтра у меня появляются силы, я это делаю. За время марафона у меня сбылось около 30 желаний, но это желания, которые сбылись абсолютно полностью, даже с горочкой. Помимо этого у меня сбылось очень много других желаний, которые появлялись за эти 3 месяца, которых я даже не ждала. Но надо сказать, что очень многие желания у меня в процессе сбывания, в частности, например, в ближайшее время у меня есть, скажем так, появилась возможность иметь собственное жильё. Это для меня что-то невероятное. За время марафона у меня появилась ежедневная потребность прислушиваться к себе и делать что-то для себя. Ежедневные ритуалы по уходу за собой, за волосами, за кожей, за ногтями. Я накупила себе очень много платьев, причём они как-то у меня очень удачно получались. Я постоянно попадала на какие-нибудь распродажи, на какие-нибудь магазины, в которых есть платья, которые я хочу. У меня появилось очень много украшений, очень много лаков для ногтей. И я стала ежедневно заботиться о себе. Маникюр теперь тоже это моя постоянная, скажем так, приятная обязанность, которая всегда со мной. Кроме этого, я начала отдавать время себе. Например, раньше по выходным я считала своим долгом начинать сразу убираться, выполнять дела, которые были оставлены в рабочие дни. Но сейчас я поняла, что нужно отдавать время себе и занялась даже, можно сказать, ничего и не деланием. То есть поваляться в ванной, полежать посмотреть какой-нибудь любимый фильм. И ты понимаешь, что для тебя это удовольствие, и ты расслабляешься и набираешься сил. Самым главным, наверное, открытием за весь марафон для меня стало то, что я поняла, наконец, чего я хочу. Это огромная была для меня проблема. Всегда я не знала, что я хочу в отношениях, чего я хочу по жизни, чем я хочу заниматься. И за марафон я определилась. Это прям, можно сказать, победа для меня. Что касается личных взаимоотношений, можно сказать, я получила очень... Вообще, вот как женщина, я получила очень много комплиментов от разных мужчин. Очень много подарков, неожиданных и очень приятных. Меня начали носить на руках. И для меня тоже это такое событие. Я раньше даже не представляла, что со мной может такое случиться. Я полюбила готовить и полюбила убираться в доме. То есть раньше я жила на другой квартире и заставляла себя буквально убираться, стирать, готовить. То есть с началом марафона совпал переезд на другую квартиру. И у меня в доме очень чисто. Я люблю убираться. Мне очень нравится приводить свой дом в порядок. Я начала выращивать цветы. У меня появилось время на то, чтобы спланировать именно это время по вождению. Уборку, готовку. Я начала покупать разные формы для выпечки. Разные рецепты выискивать, осуществлять их. Это фантастическое чувство, когда ты начинаешь чувствовать себя спокойно, расслабленно. И в то же время заниматься тем, чем ты действительно хочешь заниматься. Вообще, для меня странно. Я сама по себе очень суетливый человек. Такой сбалмошный. Сразу могу заниматься несколькими делами. И толком не делать ни одно. А марафон сделала меня намного спокойнее. И самое главное, я действительно стала счастливее. Я как-то научилась смотреть на мир так, с такой точки зрения, что мне во всём видятся плюсы. То есть сразу происходит какая-то негативная ситуация. Происходит что-то грустное, печальное. Я сразу нахожу в этом сразу плюс. То есть на автомате у меня возникает подсознание. Вот здесь хорошо, здесь хорошо, здесь хорошо. И как-то воспринимаешь спокойно любую ситуацию жизненную. Кроме этого, ещё одним важным достижением стал мой путь к Богу. Раньше я вообще всегда была религиозным человеком. Но моя связь с Богом была скорее на уровне, как нас учили. Это Бог наказывает за грехи. Нужно жить праведно. Нельзя ступаться. Пока не начала в процессе, в ходе марафона изучать эту тему, поняла, что Бог любит нас такими, какими мы есть. С Ним можно разговаривать. С Ним нужно разговаривать и делиться. И постоянная моя практика. Я теперь стала перед сном, по утрам разговаривать с Богом. Рассказывать ему, что у меня в жизни, просить, благодарить. Практика благодарения прекрасная практика, просто превосходная. Я научилась благодарить за каждую мелочь. И даже уже после завершения марафона, всё время, каждый день смотришь на всё, что происходит с тобой. Думаешь, вот тебе спасибо, тебе спасибо за это, спасибо за солнышко, спасибо за помощь, спасибо. И сразу настроение повышается. Кроме этого, люди, с которыми я общаюсь, изменили ко мне отношения. Оно, в принципе, было всегда хорошим, но теперь люди стали более чуткими. Мужчины мне по-настоящему стали помогать. Если я попрошу, я научилась просить помощи у мужчин, они стали мне действительно помогать. То есть никогда не отказывали делать комплименты. Вообще люди стали относиться как-то добрее, лучше. И отношения у меня, взаимоотношения меняются. Например, с моей сестрой мы достаточно много ссорились, ругались очень часто. Мы с ней живём вместе. И вот в процессе марафона я научилась уступать, научилась как-то сглаживать конфликты. И теперь наши ссоры, если есть, то они очень слабые и практически мы сразу меримся. Я безумно благодарна вообще за этот марафон, за книгу Оли Валяевой, за всю информацию, которую она даёт у себя на сайте. Потому что именно с этого сайта я благодарю Бога за то, что я чудом попала вообще в своё время на этот сайт. Потому что с этого момента моя жизнь изменилась просто кардинально. Я наконец поняла, что я женщина, что я могу ею быть, что и мне это тоже доступно. Я очень благодарю Олю Валяеву, Алексея Валяеву за этот марафон, за возможность участия в нём. И моё сердечное спасибо. Я надеюсь, что этот проект будет жить, развиваться. И, конечно же, непременно прямое участие в последующих марафонах. Спасибо.